По хорошей традиции работа очередной сессии Городской Думы началась с поздравлений. Многие парламентарии получили благодарственные письма за помощь в проведении новогоднего бала для лучшей молодежи города, а также за участие в организации фестиваля авторской песни «Мир вашему дому». Затем народные избранники приступили к обсуждению вопросов на повестке дня. Все поправки в изменении в решении Армавирской Городской Думы от 16 декабря 2015 года о местном бюджете на 2016 год были приняты единогласно. С решением можно познакомиться на официальном сайте администрации города. Соблюдая федеральный закон о противодействии коррупции, депутаты и муниципальные служащие должны предоставлять сведения о доходах и расходах. За их утаивание или предоставление неверной информации можно лишиться мандата. Парламентарии Армавира строго соблюдают закон. О чем хотелось бы сказать лица комиссии, которая этим вопросом занимается, о том, что все депутаты Армавирской Городской Думы представили сведения своевременно, представили сведения в Городскую Думу о своих доходах и расходах за 2015 год. Между тем, в оформлении декларации немало тонкостей. Ошибка или неточность может повлечь предписание со стороны прокуратуры, даже в том случае, если все доходы и расходы указаны правильно. Нарушения, которые были указаны в представлении прокурора города Армавира, ну, например, не указан земельный участок. Дом, который находится на этом земельном участке, указан. Земельный участок не указан. Особенно, если только этот дом не является собственностью, а находится в пользовании. То, соответственно, по логике и земля тоже, на котором находится дом, тоже находится в пользовании. Прокурор города Игорь Стуканок предложил парламентариям провести необходимые консультации и разъяснить все тонкости для того, чтобы в будущем избежать ошибок, а также заметил, что законодательство не снимает подобных обязанностей даже сотрудников надзорных органов. Каждый год и моих работников привлекают дисциплинарные ответственности к сторожайшим, вплоть до строгих выговоров просто за то, что, допустим, одна из опытнейших работниц знала, что у супруга лежат небольшая денежная сумма на депозитном счете, но не знала, какой процент и что он с этим деньгами делает. Так вот, оказывается, получение вот этого вот так называемого дохода от депозитного счета супруга – это есть прибыль, которую он должна была показать и не показала. За 30 лет работы – это ее первое взыскание. Вы можете представить, как она отнеслась к этому и насколько придается всем службам сейчас серьезнейшее значение. Лагерь «Тополек», который больше не может выполнять свою основную функцию проведения оздоровительных мероприятий для детей, будет переведен в собственность Краснодарского края. С 2011 года данное учреждение своей функции не осуществляет как детский оздоровительный лагерь в связи с тем, что не соответствует требованиям санитарной и пожарным требованиям. Вопрос о функционировании лагеря рассматривался неоднократно уже на уровне законодательного собрания края. Много поэтов и музыкантов сложили песни о нашем городе. Но у Армавира должен быть свой официальный гимн. Наш город этого достоин. К такому выводу пришли депутаты и объявили новый конкурс. Все крупные муниципалитеты имеют герб, флаг и гимн. Поэтому прошу вас поддержать нашу муниципалитету о проведении конкурса на создание муниципального. Будет создана комиссия и 1 марта мы надеемся на проведение конкурса. Конкурс стартует в 2017 году. Парламентарии проголосовали за членов комиссии, куда вошли ведущие поэты и музыканты, представители администрации и городской общественности. Лариса Юровская, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.